Компания «Савушкин продукт» — лидер молочной отрасли Беларуси — входит в первую тройку крупнейших молочных компаний СНГ. Но чтобы занимать и удерживать такие высокие позиции, предприятие пережило не один процесс модернизации, постоянно развивалось и расширялось. И теперь компания не только возглавляет рейтинг эффективно работающих предприятий пищевой отрасли страны, но и вот уже более 15 лет является фаворитом потребительских предпочтений беларусов. Разнообразная, а главное вкусная и качественная продукция представлена во всех регионах Республики Беларусь, а также в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья. В компании трудятся и развиваются более 8 тысяч человек, а потому именно здесь состоялась встреча руководителя силовых структур с трудовым коллективом «Савушкин продукт». Я вот сегодня выступаю перед одним из лучших коллективов Брестской области, да и вообще коллектив, который знают, наверное, не только на территории Республики Беларусь, а знают и за пределами предприятия «Савушкин продукт». Это, наверное, один из наших брендов, который известен далеко за пределами нашей страны, на уровне Белаза, Маза и других предприятий промышленности, про которые мы сегодня уже вспоминали и говорили. Руководство завода попросило приехать и выступить, ответить на вопросы работников завода. Граждан интересуют разные вопросы. Вопросы, связанные с политикой, что сегодня происходит, скажем так, за пределами нашей страны, мы готовимся к выборам, ну и другие вопросы. Встреча с трудовым коллективом «Савушкин продукт» получилась продуктивной. Брещан интересовал разный спектр вопросов, которые касались обстановки как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь рассказал про вопросы геополитической обстановки, про политические процессы, которые протекают в мире и о многом другом. Людей это сегодня волнует, прежде всего. Многие вещи, связанные с подготовкой и выборов, как будут проходить выборы, что делать, все вот эти вопросы, которые интересовали людей, мы попытались, я попытался на них ответить, но рассказал про обстановку. Поэтому получилась нормальная, хорошая беседа. Чувствуется действительно настрой, настрой на, серьезный настрой на обеспечение безопасности. Народ готов делать все возможное, чтобы наша страна оставалась такой же, вот цветущей, процветающей, независимой, трудиться, выполнять свои задачи. Встреча с таким большим трудовым коллективом была организована не просто так. Ведь помочь разобраться людям в таком непростом вопросе, как складывающаяся военно-политическая обстановка, как внутри страны, так и за ее пределами, необходимо. Как известно, изобилие информации не гарантирует ее достоверности. У нас все-таки на сегодняшний день работает 8 220 человек. Если братья наших пенсионеров, которых мы абсолютно не забываем, они наши члены коллектива, которые отработали и 20-30 лет, нас 9,5 тысяч человек на сегодняшний день. 7 площадок, 9 колхозов, которые мы объединили, 4 естественно. Это важно людям слышать с первых уст всю правдивую информацию, для того, чтобы принимать правильное решение. Я как руководитель тоже, когда мне начинают где-то выводить в сторону, всегда или в рот начинают. А есть и такие моменты, понимаете, тяжело принимать управленческое решение. Так и это. Понимаете, люди, каждый человек себе всего-то в голове держат. Когда он услышал правдивую информацию, начинает где-то и переориентируется. Прояснить волнующие темы и ответить на интересующие вопросы, которых было немало, Александру Вольфовичу удалось. И красной нитью на протяжении всей встречи проходила лишь одна тема. Политика Республики Беларусь нацелена на мир и развитие.